Ну и все мы, конечно же, ждем деоккупацию Херсона, а потом дальше и Крыма, и всего остального. Но давайте сейчас ближе к Херсону. Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты начали эвакуацию госучреждений из Херсонской области во временно оккупированный Крым. На полуостров в ППХ вывозят работников имущества, банков и пенсионный фонд под лозунгом «паники нет». Похоже, этот лозунг уже не актуален. Давайте так, давайте детально разберемся, что же происходит сейчас на Херсонщине. Внимание на экран. Некоторые города и села Херсонской области с первых же дней полномасштабного вторжения Российской Федерации находятся в полной изоляции и оккупированы российскими войсками. В Херсонской области самые боеспособные, наверное, части российской армии в Украине. То есть там настоящие кадровые военные, десантно-штурмовые группы, которых туда перекинули еще три месяца назад. И поэтому они там сопротивление отчаянное. А сейчас политика и действия оккупантов резко изменились. Они начали эвакуацию с так называемых госучреждений территории Правобережья. Ну, это очень хорошо. Это значит, что они не уверены, что коллаборанты боятся мести. И, соответственно, просто бегут из Херсона. Вот, они это называют эвакуацией, хотя это просто бегство. Информацию касаемо эвакуации сообщил генштаб вооруженных сил Украины. Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых государственных учреждений. С началом активной фазы наступления вооруженных сил Украины в данном направлении замечаются, конечно же, успехи наших воинов, которые, естественно, подрывают планы российских захватчиков. То есть это говорит о том, что не исключено, что все-таки они испытывают там большие трудности. И плюс добавилось еще перепоезд с поставками вооружений через Крымский мост. И, соответственно, в данном случае можно говорить о том, что планомерно Херсон, Херсонская область сейчас освобождает украинскую армию. На фоне успешного продвижения украинских военных в Херсонском направлении аналитики часто начали говорить о перспективе полного освобождения самого Херсона. Ну, сроки разные называли. То, что я слышал, оптимистический сценарий – это до конца осени, а пессимистический сценарий – это до конца зимы. Но и российских оккупантов не стоит недооценивать. На данный момент они таки пытаются сопротивляться. Сопротивление отчаянное. То есть там не те мобики, которые стояли, например, в Харьковской области. То есть наше командование нашло приезж в обороне, выбило их, и они просто оттуда сбежали, потому что понимали, что не могут... Ну, произошло то, что в израильской армии называется каскадный обвал фронта. То есть тут сложнее ситуация, опять же, кадровые военные. Второе – они понимали, что Украина будет отбивать Харсовскую область. И, соответственно, они возвели бетонированные сооружения там. Накладывается проблема, связанная с тем, что поскольку это степь, степная зона, то очень далеко видно наступающую технику. И третье – очень много миллиардных каналов, в которых можно спрятаться и, соответственно, ввести ответный огонь. Пока российские коллаборанты в Херсонской области уверяют, что обстановка в городе и на фронте вполне спокойная, украинским вооруженным силам удается успешно совершать свое контрнаступление. Очень показательно, что Министерство обороны России фактически сейчас прижало всех военкоров, так называемых, которые активно критиковали, чтобы тоже не было никакой информации. Я считаю, что это как раз свидетельство того, что ничего хорошего для россиян не происходит на Херсонском направлении. С начала октября украинским вооруженным силам удалось освободить 75 населенных пунктов, среди которых и важный опорный пункт для российской армии – Давидов Брод. Сами россияне говорят, что это важный логистический пункт. В чем проблема россиян? У россиян же очень старое вооружение, еще советское. И, соответственно, они стараются, они успешно могут проводить действия военные, когда есть очень хорошая логистика. Херсонская область не так насыщена железными дорогами, например, как Донецкая та же. И, соответственно, им любые дороги, которые есть возможность подвозить вооружение, ну, на вес золота. Хотя российская армия и продолжает сопротивляться, становится заметно, что вражеское командование готово сдать позиции. Ну, их планомерно уничтожают. И, судя по таким паническим сообщениям, которые идут из Херсона в виде эвакуации, в виде «давайте все уезжать», гауляйтеры местные как-то неуверенно себя ведут и стараются в Херсоне больше не находиться. То есть это говорит о том, что не исключено, что все-таки они испытывают там большие трудности. И плюс добавилось еще перепоис с поставками вооружений через Крымский мост. В Херсонской области оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия и экстренно начали процесс эвакуации сотрудников-коллаборантов и учреждений, созданных уже во время самой оккупации. К волне эвакуации подключаются и российские банки, которые зашли на временно оккупированную часть украинской территории, а также создающие вид бесценной помощи пенсионные фонды. Часть оккупационной инфраструктуры, что они будут делать на территории Украины. Понятно, что там каких-то специалистов завозили, тоже русских. Понятно, что если там банки какие-то разворачивались, это тоже часть оккупационной инфраструктуры. Соответственно, оно должно быть уничтожено. Все эти, скажем так, учреждения эвакуируются во временно оккупированный Крым. Ближайшая точка более безопасная для них, потому что Запорожская область же тоже под вопросом. Там тоже, возможно, будет наступление. Понятно, что они пытаются убежать в Крым, думая, что там будет безопаснее. Но это не так. Пока украинские военные наносят удары российским захватчикам и всеми силами пытаются освободить родные земли, ситуация на временно оккупированных территориях ухудшается. И все благодаря тому самому русскому миру. Правда, и у самих оккупантов дела на украинских территориях, ох, как плохий враг, теряет контроль. Понятно, что они понимают, что пощады им не будет. Многих просто уничтожат. Кого-то посадят. И, соответственно, они за сотрудничество администрации оккупационной, они понимают, что это будет и стараются убежать в Россию. Но я думаю, что и в России они тоже никому не нужны. Сумасшедший какой-то взрыв. Мы подлетели метр на два вверх. И в нас просто влетали трубы, осколки. Тысячи погибших и раненых. Эта война принесла много горя семьям украинцев. Просто дом. Ты заходишь. Лежит тело на пороге. Еще одно тело на кухне. Тела лежали на обочине. В мирное время такого никогда не увидишь. 1125 детей пострадали в результате военных действий. Я его накрыла собой, потому что взрывы. А потом увидела, что у него части руки нету. Мягкой. Подняла футболку. Увидела ребра, легкие печени. Дети будущей Украины. Мы собирали деньги на антидрон и на машину. Которые сегодня своим трудом и талантами приближают нашу победу. Это войдет в историю, как именно дети собирали на оружие. Истории войны. В субботу и воскресенье в 16.30 на телекнале Freedom. Ну а насколько Херсон охвачен паникой, нам сейчас все инсайды расскажет Сергей Хлань, народный депутат Украины 8-го созыва, советник главы Херсонской военной администрации. С нами на связи. Сергей, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Мы из Украины. Херсонщина – это Украина. Слава Украине. Героям слава. Сергей, приходит информация, что оккупанты грабят отделения банков, магазины, чувствуя, что скоро придется бежать из Херсона. И говорят, что там на катерах, на голую пристань вывозят мебель, бытовую технику, все из частного сектора. О чем это может говорить? Ну и правда ли это? Да, и можете ли вы подтвердить эту информацию? Да, это правда. На выходных появилась информация, что гауляйтер Косемичев, это такой же гауляйтер, как Сальдо, Стримаусов, он входил в так называемый, как они там себя называли, комитет освобождения. Тот спаковал свою дорогую мебель в доме Антоновки, в селе Антоновка. Он был когда-то сельским головой Антоновки. И очень дорогая у него мебель была. Так вот, он ее спаковал и отвез уже куда-то в сторону Крыма. Потом все коллаборанты начали делать то же самое. Окупанты начали грабить все государственные предприятия, которые они анонсировали это как банки и открывали свои банки. Сейчас они это оборудование упаковывают и вывозят. То есть происходит даже с их слов эвакуация государственных учреждений. Но надо понимать, что они все украли, все, что было в их государственных учреждениях, в кавычках. Потому что это все имущество государства Украины. Они просто воруют, а сейчас это вывозят под видом эвакуации. Но пошли еще дальше. Они сейчас начинают грабить и частный сектор. Некоторые предприятия поступают сейчас в сообщения от частных предприятий, где оккупанты начинают упаковывать оборудование частных компаний. И есть такие компании, где этим занимаются непосредственно военные расисты и ФСБшники. Есть предприятия, которые начинают оборудовать коллаборанты. То есть как раз Сальдо этим занимается по частным предприятиям. Они начинают упаковывать оборудование предприятий и увозить их. То есть это говорит о том, что они понимают, что в ближайшее будущее они покинут город Херсон. И им придется оставить правобережную часть Херсонщины. И вот если смотреть даже по хронологии, с момента оккупации, оккупанты действительно сначала ограбили. Потом ФСБшники типа начали наводить порядок, возвращать даже некоторым фермерам или некоторым предпринимателям имущество назад. Под видом того, что вы вот запускаетесь, работаете, у вас будет все нормально. То сейчас пошел виток опять такого тотальности. Здесь уже точно не останутся. Поэтому вот эти все действия, которые они называют эвакуацией, либо вывоз оборудования. Это происходит банальный грабеж в преддверии того, что они покинут правую часть Херсонщины. Ну ничего, ничего, перед смертью не награбишься, да, скорее всего, Сергей. А можете подтвердить информацию, поступают нам сведения о том, что и более-менее боеспособную технику вывозят из Херсонской области, заменяют ее каким-то старьем, ну типа даже про Катюши говорят. И то же самое с офицерским составом. Его вывозят, а заполняют их места свежемобилизированным мясом. Ну, технику, к большому сожалению, они все-таки переправляют. И это как раз видно сейчас по Береславскому направлению. Они там пытаются всякими альтернативными переправами действительно направлять большое количество техники. И вчера выключали связь даже на полдня мобильную для того, чтобы делать перемещение техники по области и перекидывать ее на правый берег. А вот как раз с военными здесь абсолютно правильно. На переправах замечены очереди, когда тонированные джипы, а это руководство военных Российской Федерации, без очереди влетает на переправы, без очереди отправляется это все на левую сторону. А на правую они как раз завозят действительно большое количество свежемобилизированных. То есть руководство и штабные части с правого берега перемещаются на левый, а с левого перемещают мобилизированных. Их очень легко отличают по железным каскам образца 62-го года, по плохо одетым элементам гражданской одежды. То есть они даже не полностью экипированы. И то оружие, которое с ними, оно там сомнительного качества, да, личное. Ну, и надо понимать, что это пушечное мясо, и их сюда переправляют как пушечное мясо. Сергей, скажите, а что слышно о мэре Херсона, о Калыхаеве? Есть ли какие-то сведения о нем, где он сейчас, что с ним? Вы знаете, появилась информация, сайт МОСТ писал информацию. У меня подтверждения этой информации нету. Где находится Калыхаев, я не знаю. Я не знаю, отпустили ли его. То есть есть информация сайта МОСТ. Насколько она правдива, мне тяжело судить. Субтитры создавал DimaTorzok